Казахстанские университеты будут лишать лицензии, если они не обеспечат жильем студентов. Такое заявление сегодня в правительстве сделал министр науки и высшего образования Саисат Нурбек. Также он прокомментировал пожар в одном из хостелов Алматы, где сгорели 13 человек, в том числе студенты. Какие выводы сделаны после этой трагедии, расскажет Жанель Канеден. Сейчас около 20 тысяч студентов живут в 170 хостелах Казахстана, с которыми вузы заключили договоры. Министерство науки и высшего образования поставило перед ними условия не заселять никого, кроме студентов. Поясню, что тот хостел, где произошел пожар, не заключал договор ни с одним университетом, но тем не менее этот инцидент стал поводом для обсуждения старой проблемы и усиления требований к хостелам. Сегодня у министра Саисата Нурбека спросили, чувствует ли он ответственность за случившееся. Нести ответственность за частный сектор, за частные организации, которые такие услуги предоставляют, в нарушении требований архитектурных, градостроительных, технических, я не могу. Но ответственность за всех студентов, за всю свою отрасль, я не могу снимать. Это моя личная, конечно, ответственность. 17,5 тысяч студенческих мест. Таков сегодняшний дефицит. До конца года завершится строительство 43 общежитий. В них смогут разместить чуть больше 10 тысяч студентов. Но, как объяснил Саисат Нурбек, учитывая демографию, темпы строительства, надо усиливать. Если в сфере высшего образования одна из главных проблем – это общежитие, то в среднем образовании не хватает учителей. Почти 5 тысяч. И это учитывая то, что выделяет достаточное количество грантов. Стипендия у студентов педагогических специальностей – одна из самых высоких – 67 тысяч деньги. Однако работать учителями выпускники не хотят. Причину сегодня рассказал премьер-министр. Еще годно университеты выпускают около 50 тысяч специалистов. Но многие из них не идут в профессию. Сама сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившееся в обществе мнение, что во всем виноват учитель, привело к снижению привлекательности этой профессии. Алихан Смаилов поручил в течение двух с половиной месяцев в каждом регионе разработать свои программы по снижению дефицита учителей. Глава Министерства просвещения сегодня прокомментировал факты, когда некоторые родители не отпускают в школу детей, носящих хиджабы. Гани Бесимбаев пояснил, что главная задача – дать качественное образование ребенку. Порядок и закон должны соблюдать и родители, и школы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова